привет всем дорогие друзья досмотрите это видео до конца я вам сэкономлю кучу денег я вам расскажу о своем бизнесе о раковой ферме и как его не нужно вести и вообще стоит ли заводить раков или просто лучше потратить деньги на что-то на криптовалюты например началось с того что такая мода в интернете пошла заводить раков австралийских там сидела каждый строит свои фермы вызывая установки установка замкнутого типа я тоже решил построить тоже думаю почему бы нет дополнительный доход но в раковом бизнесе так же так же как и в других также как и в майнинге кто первый этот и заработает все остальные не заработают я вам покажу свою раковую ферму что я сам построю так сейчас так выглядит она начнем с того что за основу я взял белые кубы у меня раз два три четыре пять шесть получается три куба сверху и один как фильтр я взял разрезал пополам вот один вот второй и там 3 сейчас покажу для чего для того чтобы сэкономить на материала я их взял абсолютно бесплатно и шахалу своего он меня поддержал сказал попробуй фильтр фильтр у меня с фильтра я только снял верхушки вот там она лежит затем фильтра у меня была какая задумка сделать из одного биокуба секции четыре секции вот там вы можете видеть четыре секции вот так идет одна перегородка перегородка и он так вторая их все сначала посадил на обычный черный селикон самый дешевый затем когда я набрал первую воду стенки не выдержали видите с этой стороны вот теперь рука проводит боковые нормально это стенка отошла в общем так фильтр делать не надо у меня был здесь воздух и с морозом нагонялся что еще сказать вам буду фильтр я переделывать уже ввязался это дело фильтр для начала я возьму еще один биокуб вот так их рядом поставлю сделаю один полностью наверное с керамзита засыплю керамзитом и чтобы вода затекала в него и вытекала в следующий и забиралась уже оттуда какие проблемы у меня сейчас забор воды идет вот с этой секции видно вот вода попадает в ту секцию дальнюю по моей задумке вода попадает в ту секцию затем проходит сюда здесь у меня нарезанная разный пластик типа ну как бы типа тонущая для загрузки из-под низу вода заходит или сверху не сверху перетекает сюда потом с поднизу заходит туда через эту стенку выходит сюда с этой стенки туда ну стенки разошлись все я их пробовал укреплять здесь такой типа как трус металл там ну в общем ничего не помогает оно тупо не держит вообще никак вода все перемешивается грязь которая на сливе вот система слива видите труба идет под ним вот система перелива вот так система перелива как бы она здесь вся вода перемешивается фильтр и получается засосает грязь грязь попадает в трубу и забивается сверху видите вода здесь еле капает например нужно постоянно чистить вот здесь лучше видите почему я делал все именно так главная моя задача была такова мне нужно было сделать так чтобы чтобы я тратил какомога меньше на электричество я максимально пытался утеплить эту систему чтобы она не теряла вообще температуру никак и делал все так чтобы меньше затраты на тепло просто тем более что воду надо держать постоянно 27 градусов как видно все полностью бак я запенил пенкой строительную у меня пенки ушло но я не знаю сколько ну очень просто но один баллончик хватает запенить полторы стенки вот так полторы стенки если большой баллон ну две стенки хватает одного баллона чтобы запенить вы посчитайте сколько вышло пенки у меня на все это дело начнем с того что я смотрел такие каналы как раки 365 там типа арчи или кто я не знаю вот его система обогрева воды при том все у меня утепление намного лучше чем у него и посмотрите что вышло я потрапился на вот эти датчики на эти все провода полностью на все это утепление на дне у меня лежит кабель чтобы его увидеть вот видно видите красный под дном этот кабель типа должен был отапливать воду все это отопление вообще не работает я его запускал у меня несколько суток стояло три дня стояло это отопление на два градуса температура поднялась только это все вообще неэффективно не тратьте деньги вообще на эту шнягу это все бред полный она вообще не может обогреть никак более мало того как он расписывал свои инструкции как батя ему сделал эту систему отопления я вам сейчас покажу прикол вот смотрите здесь метраж этой ленты теплого пола такой же как и в баке напрямую 220 я его подключаю я его подключаю в розетку это бодяга сама не может нагреть воду вы представляете это все реально шлак хотите обогреть воду если вам для австралийских раков там же 27 градусов нужно вот самая лучшая система и самое проще проще всего вот 200 ватт один второй вот они могут обогреть воду этот теплый пол вообще не обогреть даже при том что у меня баки утепленные все накрытие накрыто было все равно это все бред полный затем какие еще проблемы сейчас в общем систему покажу и так 6 баков получается высота у меня вот высота вот этой трубки вот этой 20 см получается метр на метр здесь 200 литров воды в каждом баке по 200 литров воды получается сколько 800 литров воды там где живут раки здесь еще литра 500 биозагрузка на алиэкспресс биозагрузка 2 килограмма 38 долларов это вообще бред я нарезал гофру у меня компрессор мощный вот тоже с алиэкспресс все заказывал по ссылкам арчи у него там сайт раки 365 или типа того это гофра вообще не всплывает хреновая биозагрузка если честно с ней вот хотите биозагрузку крышки если бы найти где-то много вообще нормальная биозагрузка обычная крышка сейчас компрессор я отключил потому что у меня раки дохли я не знал почему как бы я воздух сделал думал им кислорода не хватает и сделал получается каждый бак воздух прорыв фильтр все равно не работает и не эффективный реально в общем система перелива там вода новая поступает все нормально в этом баке моя вторая боль я запустился до рыбки как видите купил 4 гуты как вы знаете или не знаете живу я в Дании у нас расценки такие 4 густые стоят 1000 рублей 2 сразу сдохло и 2 расплодилось то есть мне повезло раки сейчас я их достану увидите какие красивые самец красавчик да я не знаю или самец хреновый или самка самка была поменьше смотрите, какая выросла уже приблизительно как самец в общем, я не знаю, кто из них хреновый или они истинно голубые австралийские раки или сказать истинные гомосеки я не знаю, я думаю, что это самка я проверял, как Арчи показывал там вроде она самка но у нее не появляется икра у меня живут где-то полгода уже я уже устал, если честно, с ними они вот ко мне здесь жили вот банку корма схавали вот такую банка корма 1000 рублей нет, 1200 рублей все дорого и система постоянно из-за двух раков у меня система работала где-то месяцев 5 получается и только для двух раков а в чем прикол? я не мог больше купить я заказывал в магазинах на всю Данию я не мог найти голубых вот этих австралийских раков реально это дурдон и в Германии, кстати в Германии тоже искал там вообще нет в интернете невозможно найти ничего только на ebay и неизвестно, какие они приедут может уже подохнут ну не знаю варить их не собираюсь пускай живут надежда есть, что они может вырастут или как вырастут мне нужно потомство это ж типа бизнес, да? бизнесом решили заняться я вообще считаю, что весь этот бизнес он рассчитан на то, что ну как продавать малют другим таким, как я типа все хотят себе ферму они покупают малют и тут кто разводит малют рака тут и зарабатывает деньги а все остальные я не знаю это все мечты и сказки их жалко варить кушать их очень жалко тем более сколько сюда вложить сил и денег я думаю, что это просто как хобби себе их разводит друг другу продает мальфа и все их никто не ест ну реально большой рак не обошелся 5000 рублей самка обошлась 1200 рублей вот представьте буду их варить или нет наверное нет идем дальше купил я местных раков американские раки как все началось один мужик продавал раков он их где-то там ловит я не знаю в общем взял 300 километров поехал я и купил 20 килограмм разу запустил запустил их сюда и начали они дыхнуть вода сразу мутная стала ну и представьте я запустил в один бак вместе раков вода сразу мутная стала и в каждом баке каждый день где-то по 5 раков начало дыхать в общем подождал я два дня и продал килограмм 10 я не знаю или 12 килограмм продав в общем я их эти 20 килограмм раков купил где-то за 100 евро где-то да 100 евро купил и продав эти раки естественно их покупал где-то по 350 рублей за кило а здесь на месте я живу под Германией и продал по 650 рублей за кило то есть я добил раков и у меня остались эти но уйдите я ехал 300 километров через всю страну там всей страны 450 вот такие вот раку они называются как они сигнал кракс да они с ними проблема потому что они типа обычных речных раков уничтожают у них из всех раков очень сильные клещни как у краба это еще маленькие у меня были это самые маленькие отобрал все побольше я полностью продал у них очень сильные клещ они друг друга убивают постоянно они очень агрессивные черные черные раз но я не знаю что будет с ними делать если честно я им как я их кормлю кашей я кашу не варю я даю им кукурузу или кукурузу кашу не кашу даю пшено не давайте она сразу всплывает везде это пшено на кушу или пшеничную в общем какую-то кашу я даю мешаю кофе какую промываю водой и все и даю кашу кислород и что я им еще даю вот даю им пылька замороженная кстати еще одна фишка не помню кто или арчи или кто там известный блогер рассказывал мне что или мне всем и ссылку оставлял где он покупал еду он покупал еду для рака в Дании и он говорил что в Дании самая качественная еда для раков и оставлял контакты этой конторы я туда звонил у них нету еды для раков я не знаю где он ее покупал если честно и на других датских сайтах я смотрел для рыбы да полно полно качественная корма для осетра для всякой порели там куча разного корма но только не для раков я не знаю что сказать у меня какой план план простой буду ждать пока австралийцы начнут плавиться затем всех этих раков я или продам или сам сварю я не знаю шефу своему дам обещаю австралийцев разведу если получится я не знаю значит беру еще один биокуб так само делаю заполняю керамзитом делаю туда слив этот и как-то придумаю я не знаю чтобы она вода переливалась в один бак там обстаивалась и чтобы более чистая была как-то так может уберу вот эти перегородки оставлю только эти и здесь типа пластика ставили что-то а в дрон отсек и чтобы чистая вода была я не знаю это просто оттас с этим фильтром я его сам придумал я не знаю вот смотрите вот так слабо я езжу в машине без домкрата потому что он здесь подпирает бак потому что бак вообще разрезится если уберу я не знаю просто дурдом думал расширяться может думаю заниматься вот такими раками чисто датскими я не знаю но еще одна фишка когда я начинал раками заниматься никто вообще не интересовался этими раками никому не интересно было альтерапевтизм и как только я начал заниматься написал объявление что есть раки я не знаю как это называется каждый второй каждый второй начинает в фейсбуке продавать раков ну как так я просто не понимаю и вот смотрите мне надо платить за электричество за корм ну за все да а они тупо их выловили браконьеры да получается и продают я вообще никак с ними не могу конкурировать то есть смысл разводить этих черных раков вообще никакого нет реально есть только смысл если у вас есть свой пруд их чисто туда запустить это круто да но пруда у меня нет делать я его не буду в принципе расширяться можно было бы у меня вот есть помещение полностью пустой я его там утепил крышу там пенкой щели разные задул знаете там типа двери задул пенкой все сделал заказал все по ссылкам арчи там с алиэкспресса он кэшбэк свой получил наверное я не знаю лампа хорошая ультрафиолетов видите вот этот насос не берите вот это лучше из того что он предложил он 40 долларов стоит ну это просто дурдом реально мало того я за все еще почтой не платил за импорт за эту лампу ультрафиолетовую за помпу лампа стоит 40 долларов помпа стоит 45 долларов потом что еще компрессор стоит 30 вроде и плюс на каждую из этих позиций мне начислили плюс сколько там а плюс 30 евро то есть плюс 90 евро за эти три позиции я доплатил вы представьте в общем нормальный человек взял докупил айфон за эти деньги да сколько я потратил реально можно айфон новый было учитывая то что я полностью бесплатно баки взял ну это колхоза не система реальная но бесплатно все вот эти металлы это все ну реально собирал с чего было все сам собирал где-то месяца два эту систему делал и все равно получилось дорого ну я не знаю план только если австралийцы если повезет если они смогут если самка сможет икру отложить значит убираю всех раков останавливаю систему фильтр только кислорода ставлю фильтр быстро переделаю и запускаю заново в принципе ну я думал чтобы сделать систему только под этих черных раков в принципе система вышла бы намного дешевле нужно только ведь нормальный мотор или как она водная помпа я не знаю водную помпу нормальную надо помощнее да тем более в Дании ну не купишь блин здесь любой бизнес что ты не возьми выйдет в 2-3 раза дороже ну что это за страна я не понимаю Европа дебильная здесь минимальная минимальная водная помпа стоит блин 2000 крон это блин 20 тысяч рублей ну это дурдом реально ну как так ну даже если делать еще фермы утеплять не надо под этих раков они спокойно зимуют они не боятся холодной воды мне в принципе место есть можно сделать могу показать вот вот еще помещение можно и здесь сделать наверх доски сделать систему сделать подлиннее моторы помощнее еще можно 2 или 4 системы сделать но нахрена если про карьеры тупо если другие то поберут их просто вылавливают и все и продают здесь походу кролей держали кто знает напишите мои догадки верны кроликов держали вот такое помещение есть ну я не знаю ребята я считаю что бизнес убыточный если честно как хобби да но заработать на нем у вас не получится такие как арчи там другие там да они могут заработать продав вам малька или раков вам продав но у вас вряд ли получится очень дорого тепло дорого я не знаю ну нужно бесплатные дрова еду бесплатную и тогда это нормально а так вряд ли получится я думаю не ну как хобби да вот такой мой неудачный опыт может все еще поменяться если она тоже тыкру это самка я их разведу договорюсь с ресторанами и в рестораны смогу продавать если все это будет я вам сниму видео или вообще могу снять попозже покажу какие изменения когда фильтр сделаю новый ну все друзья в принципе все хотел сказать сказал подписывайтесь по зарпу бля подписывайтесь пожалуйста на канал а то у меня один подписчик и то я сам это ну неправильно нормальный контент у меня хоть кто-то пожалуйста подпишитесь поставьте лайк мне очень будет приятно чтобы я хоть для кого-то хоть один подписчик мне уже будет более мотивации снимать ролики а то никто не смотрит вообще все спасибо за просмотр удачи ставьте лайк пока